Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали про ректор Латвийского университета профессор Валдис Сеглинч у нас сегодня в студии. Добрый день. День добрый. Может быть, несколько слов о том, поскольку это новость уже или дискуссия о том, что дальше будет с ректором Латвийского университета, ведется давно, уже несколько месяцев. Дело даже дошло до попытки какого-то мирового соглашения. Сейчас на каком этапе находится Латвийский университет? Это что вообще ваш коллектив, что прогнозирует вообще? Как дальше будет происходить? Наверное, прогнозы мои тут не очень-то будут заниматься, но разбирательство в суде, вторая станция, и решение суда должно быть объявлено 6 февраля после 16-ти. То есть это... Совсем недолго осталось ждать? Совсем недолго осталось. Но там дальше тоже могут быть разные продолжения истории. Это уже другая история. Что в самом коллективе или самом университете, понятное дело, что университет существует, независимо от того, есть ли у него ректор или нет, и действует и производится, учеба происходит, научные работы. Это все происходит. Но, конечно, вот такой консолидации или движения вот такого направленного, но его пока нет, потому что просто-напросто должна быть определенная команда людей, да, которые возглавит и ведет куда-то, да. Это достаточно критично для университета, да, потому что мы приближаемся к этому 22-27 год, да, когда самый следующий программный период ЕСовского фондовского финансирования, да, и мы должны, соответственно, подготовиться к этому, да. Да, и к этому времени, да, понятно, что, ну, 13 факультетов у нас, да, у нас 16 институтов, да, и, ну, там, люди самые разные, да, и мнения самые разные, да, в общем-то, общая такая политика нам должна быть, да, и соответствующий прогнозительный период должен для этого быть, да, то есть, ну, мы теряем это время, да. Есть ли, как бы, у вас такие опасения о том, насколько будет соблюдена вот это право, ну, какие-то автономии в Латвийском университете, мы понимаем, что, с одной стороны, понятно, что это государственный вуз, есть бюджетные места, это все понятно, с одной стороны, с другой стороны, есть какая-то автономия, традиционно сложившаяся за последние годы, вот сейчас под угрозой вот эта вот какая-то определенная автономия академическая, я бы так сказал. Тут две вещи, да, во-первых, ну, не государственный университет, а университет, это самое, который учредил, учредил, учредил государство, да, в свое время, да, и это немножко отличается по правам и по финансированию, да, второе дело, да, что в нашем бюджете, да, госфинансирование, это 23-24%, да, и, в общем-то, остальные деньги мы сами зарабатываем, да, то есть при таком, если так можно сказать, прибыльная организация. Прибыльная, но самобеспечивающая, ну, что-нибудь такое, да, и самое, ну, то есть если государство очень хочет там прямое вот такое централизованное право и всякое такое утвердить, ну, то по отношению, наверное, к тем деньгам, которые мы получаем от нее, да, а все остальное, извините, все-таки наше собственное хозяйство, да. То есть вы сами зарабатываете. Мы сами зарабатываем деньги, и это основной научный проект, да, и мы зарабатываем и в открытых конкурсах в основном за пределом самой Латвии, да, и там, ну, вот какое-то там прямое вмешательство и прямое, это там, директивы всякое такое, да, они, ну, чары, это самое там, обойдутся по-разному, да, мы просто-напросто деньги теряем, да, и соответственно теряем качество, да, обучение и качество исследований, да, и есть ли опасения, ну, ну, как сказать, ну, боишься волка, да, самое, некуда, нечего лезть, лезть, да. Мы знаем, что все, в принципе, вузы и государственные, и частные в Латвии, не только в Латвии, но в Латвии, мы сейчас о ней говорим, жалуются на то, что, ну, все-таки идет отток студентов, это связано с нашей демографической ситуацией, с той ямой демографической, которая была в начале 90-х годов, связано, конечно, с отъездом студентов за рубеж, как в этом плане с Латвийским университетом, какова динамика, чуть-чуть расскажите. То же самое, если мы по самих обществах, да, это, ну, в принципе, то же самое происходит, да, но мы достаточно большие, да, и, ну, то есть набор, который вот ежегодно происходит, да, он немножко с небольшим ростом, да, у нас чисто там в виде у нас где-то 15 тысяч студентов, да, и у нас есть филиал, там вместе с ним, и три колледжа, да, вместе с ним взятых, да, 17-200, да, то есть, ну, достаточно, ну, это самое, там, выровненное, это крова, да, другое дело, да, что вот качество студента, да, это уже совершенно другой вопрос, да, а вот что касается, ну, по общему объему, да, по количеству, да, отток, конечно, есть, но мы все равно выравниваемся, да, то есть, это, у нас такого спада, вот такого, такого, да, такого нету, который был, ну, скажем, там, лет 10-15 назад, когда мы отказались от зоочной формы обучения, да. Да, вот вы сказали, что вы отказались от зоочной формы обучения, на ваш взгляд, это, в принципе, было правильное решение? Ну, может быть, по правильной, ну, общих, по-общим, да, вот таком, да, но есть ряд специальностей, да, и ряд, скажем, там, направлений, по которым, да, это до обучения, да, или последипломное обучение, или заучная форма, как такое обучение, да, они, ну, они имеют свое место, да, но они очень дорогие, потому что обеспечить качество того же, что очное, да, и, ну, так сказать, организовать подобную учебу, да, это достаточно сложно, а если, вот так, скажем, там, там, ну, так, в обществе, тогда, в общем-то, это было правильно те годы, те годы это было правильно. Да, вот еще такой вопрос, который я хотел задать, что касается, вот, вы упомянули, естественно, тех, кто студентов, наверное, первый курс, который приходит на вот программу бакалавра после школы, очень много университетских преподавателей в свое время жаловались на то, что, ну, к сожалению, качество вот этих первокурсников снижается, связано, конечно, это вот с бесконечными реформами вот в школе. Как вы сейчас оцениваете в последнее время, в последние годы? Выровнялась ситуация или вы по-прежнему очень, как бы, обеспокоены вот тем, кто приходит вообще на первый курс? Ну, я попытаюсь подобрать слово по-русски, так сказать, самое тут, это обеспокоенность, да, вот как более дипломатично то же самое сказать, потому что, ну, качество того, вот, самого абитуриента, кто-то, который поступает, вуз, да, ну, очень резко изменилось, да, и... Не в лучшую сторону, да? Не в лучшую сторону и падает, да. Мы в среднем набираем, ну, на процентов 20-25, даже 30 процентов больше студентов, чем, ну, положено, да, потому что мы знаем, что в течение первого семестра они все отпадут, да, или, ну, чуть-чуть дольше, но все равно... Это даже не имеет значения, это бюджетные места или за оплату, все равно они отсеются, да? Они отсеются, они отсеются и достаточно безнадежно отсеются, да. Только потому, что они не тянут, условно говоря, да? Они просто не готовы учиться, просто по образу мышления, да, или по своему поведению, или по своим приоритетам, они, ну, в принципе, не готовы учиться как такового, да. Ну, это такой неприятный очень момент. Это очень неприятно, да, это раз, да. Второе, для учебы, ну, там, одно дело самое знание конкретного предмета или, там, набора предметов, да, другое дело, ну, общая грамотность, ну, скажем, способность написать изложение, ну, там, или, там, разбить на абзацы текст. Ну, это для большей половины студентов это неодолимо, абсолютно неодолимо, да, что чего-нибудь больше изложить, чем на 280 знаков. Это уже ужас вообще, да? Или же, да, скажем, на следующий урок, да, просто-напросто на следующий занятий, да, там, сказать, ну, нужно прочитать, там, ну, 15-20 страниц, да, все равно о каком языке, вопрос не о языках, да. Да, мы сейчас говорим просто, да. Просто о уровне, да. Скажем, там, 20-25 страниц нужно прочитать, да, на следующей лекции это обсудим, да. Половина не способна просто прочитать такой объем. То есть, просто физически... Книги не читали. Они просто-напросто книги в школе не читали. Усё? Независимо от того, в PDF-ском формате, да, электронном или там, всё. Не важно, просто не читали. Просто книги не читали, да, и у них развита оперативная память. На какие-то ZIP-акции, да, они готовы, да, они сразу, да, они... Быстренько в смартфоне. Быстрый подхват, на подхвате, да, быстро, быстро, да, да, но вот через 10 минут они уже не помнят о чём, да. То есть, они не подготовлены к систематической учёбе. И знания, там, навыки пользователя, набор клавиш и всякое такое, да, одно дело, да. А другое дело, когда, понимаете, почему ты это делаешь, да. Вот это системное такое образование, да, и, скажем, там, понять, что из разных предметов происходит вместе взятых, и что, в общем-то, мы идём не только к грамотности, да, но к знаниям, да, и есть разница между образованием и образованностью, да, но там полные кранты. Ужас. А ну вот кто-то может, как бы, ну, в качестве оправдания сказать, что, вы знаете, ну, может быть, сами вузы виноваты, они слишком консервативны, на дворе 21 век, технологии развиваются, а вы всё заставляете студента, там, не знаю, 25 страниц читать. Ну, другого способа, да, узнать то, что люди до тебя сделали уже, ну, наверное, не очень. Передать накопленных знаний по-другому никак невозможно, да. Я вот как-то не очень представляю, может быть, какой-то имплант в будущем будет, да, или там чём-нибудь там. В мозг вставляться, да. Это что-нибудь такое, да, что, ну, просто-напросто, с другой стороны, да, ну, ведь вуз предполагают, что мало того, что ты сам знаешь, да, ну, наверное, это свои знания должен как-то перенести общество, перенести, ну, кому-то толк, то есть необходим какие-то навыки, да, достаточно много абстракций, да, чтобы, ну, отобрать, ну, самое ценное или нужное, или, скажем, свои выводы или свои заключения, да, передать, да, ну, способность вот такой абстракции, да, там, агрегации чего-то, да, ну, они требуют некоторых знаний, да, и опыта, и этого нет. Одно время это была такая дискуссия, сейчас, значит, чуть-чуть притихло, одно время было у нас, ну, явный перекос в сторону вот этих социальных знаний, я почему спрашиваю, поскольку вы проекты как раз по естественным наукам, да, как сейчас ситуация на примере Латвийского университета, растет ли, не знаю, и популярность, и понимание вот молодыми людьми, что вот эти естественные науки, ну, биология, к примеру, да, вот, физика, математика, это вот за ним будущие перспективы на рынке труда. Как вы наблюдаете? Вот вторую часть, что касается вот перспектив рынка труда, да, ну, там плоховато, да, так я тоже не скажу. То есть не до конца студенты понимают, чем они будут заниматься. Вы тоже тут самое, достаточно осторожно говорить, да, я в другой сторону скажу, что, ну, представляете, чтобы кто-нибудь в школе, да, в школе в 11-12 классе, да, учитель, да, сказал бы в своем классе, да, что, ребята, это только начало, да, всю жизнь вам придется работать, много работать, да, поймут ли его. Скажут, да вы что, мы тут уже 12 лет мучаемся, да, горбатимся, да, а вы еще нам говорите, да. И вот жизнь, ну, такая перспектива, но кому это нужно, да, и за что, за что, и кому жизнь так нужна, да. То есть вот такая оценка ценностей, да, или возможностей будущего рынка и всякого такого, да, ну, она, ну, как сказать, ну, там, мимоходом, да, как-то очень, краем-краем и небольшой части студентов, да. Другое дело, да, что социальные науки и социальные предметы, которые, они, они действительно получают развитие, вот там конкурсы очень высокие, да, но то, что заблуждается молодые студенты или школьники, в том, что это, ну, легкие науки, это там только болтовня и там пустословие, да, всякое такое, да, это отнюдь не так, да, социальные науки достаточно сложные, там достаточно много математики, в том числе, ну, обработка, например, данных каких-то вопросов и так далее, и так далее, и так далее, это отнюдь не... Никто не скажет, что юридический факультет – это легкий, да. Абсолютно, да, и здесь очень много математики и то же самое компьютерного дела, да, и понимание процессов как таковых, да, то есть это, ну, от тех, ну, вот представлений, которые были, скажем, там, в 90-х годах или начало 2000-х, да, сейчас, ну, достаточно сложно, и поэтому, ну, и не все заканчивают, потому что это, оказывается, гораздо сложнее, гораздо сложнее, да, и рынок, ведь не только производство, и механика, и инженерное дело, но это и услуги, да, и услуги как раз в этом социальной сфере, они очень высоко востребованы. Доброкачественные или высококачественные журналисты, ну, с огнем вы видите, просто так не найдете, журналистов много, а вот качественных вы, которые знают... И так можно по всем профессиям, наверное, пройтись. И так по всем, абсолютно. Да, юристов много, а найти очень, так сказать, качественного. По всем, абсолютно по всем. Вот до перерыва, может быть, еще такой вопрос, время от времени возникает дискуссия, и я так поставлю вопрос, насколько сегодня Латвийский университет, ну, если так можно сказать, свободен в том, чтобы пригласить вот иностранного лектора. Я сейчас даже не говорю на какую-то штатную работу, чтобы пригласить иностранного лектора, потому что вы все-таки государственный вуз, есть определенные языковые требования, вообще требования к академическому персоналу. Насколько вы можете пригласить вот действительно реально иностранного преподавателя? В принципе, мы сейчас можем очень свободно. Вопрос только денег. То есть, насколько вы готовы, можете в состоянии вообще заплатить? У нас есть, у нас достаточно много. Достаточно много как по обмену, так и по ставкам. То есть, они могут на английском лекции прочитать? Да-да-да, у нас легально 10% в чистом виде, да, но есть у нас очень много программ, которые, ну, только на английском, да. То есть, это уже происходит, это есть, да. Другое дело то, что мы получаем ли мы или можем ли мы пригласить, ну, скажем там, лучших лекторов, лучших профессоров, да. Ну, и тогда мы получаемся обратно, да, какие же все-таки, ну, то есть, какие дотации, да, идет на высшее образование, да. То есть, в основном, это вопрос не языковой сегодня, это вопрос финансовый, да. Это финансовый вопрос, да. И, ну, сам знаете, ну, сколько-то там бакалавр по социальным наукам, ну, там одна сумма, да, скажем, а школьник в школе, да, сумма 3,5 до 4 раз выше, да, ну, то есть. Абсурд какой-то. Ну, в общем-то, ну, хоть немножко, ну, тем местом, где голова бывает. Надо думать. Иногда это помогает. Иногда это помогает. Да. Здорово. Иногда это помогает. Иногда помогает. Привемся буквально на пару минут на рекламу, не переключайтесь. Продолжаем работу в прямом эфире про ректора Латвийского университета, профессор Владислав Сегльич на студии. Вот мы говорим, естественно, о высшем образовании, и не только о высшем образовании, вообще об образовании вообще. Может быть, это звучит и банально, но, тем не менее, нельзя не сказать, что образование – это, наверное, одно из самых главных, не знаю, козырей для Латвии вообще, чтобы как-то сохранить или там быть конкурентоспособным, потому что, понятно, нет у нас ни нефти, ни газа. Вряд ли она вот появится в большом количестве, по крайней мере. То есть очевидно, что вкладывать нужно в мозги, в образование. Вот я так понимаю, что наша политическая элита не до конца вот это осознает. Ну, во-первых, я сразу согласен. То есть и условий к этому, да, скажем там, условия, которые созданы политическим самым разным процессом, да, в этих условиях другого выбора просто-напросто нету, да, то есть только вкладывать в мозги, да, или знания, да, и развития, другого пути просто-напросто нету, да. Ну, понимают ли законодатели этого хозяйства, ну, наверное, тогда надо посмотреть образование самих законодателей, да, и что ж они, какое образование у них самих есть, да, и на что способны, да. То, что этого не происходило десятилетиями, да, ну, очевидно, любой слушатель это знает и понимает, что это неправильно, да. Ну, какой же всё-таки правильный выбор будет и правильно ли поступит в будущем, да, ну, тут надежда, понимаешь, что вещь такая. Да. Вот сейчас мы знаем, что происходит одна реформа за другой, уже даже и тяжело за ними уследить. В одной только вот в школе три реформы подряд происходили, и содержание образования, и одно время носились обязательно нужно шести лет в школу отправить, там языковая реформа, разные другие реформы происходят. Я так понимаю, что вот эта новая концепция, которую Министерство образования сейчас пытается, не знаю, предложить или внедрить, уже затрагивает и высшую школу. Я ни в коем случае не хочу вас там с министром сталкивать. Просто вот с вами какие-то консультации, вот с Латвийским университетом, к примеру, с другими вузовскими преподавателями, профессионалами вообще проводятся? Вы вообще вовлечены в этот процесс реформирования самих себя? Давайте все-таки вопрос с самого начала. Вот как вы постановили вопрос, что одна реформа за другой. Я бы сказал, что ни одна из этих реформ, да, это самое, не было, это самое, приведено хоть до половины, да, не до конца. То есть начинаем и бросаем, да? Не успеваем ее даже бросить, когда на следующую же начали, да, то есть реформ, ну нет сейчас вот самого живого места, не осталось где нет этих реформ, да. То есть реформируют абсолютно все и во всем. И ну настолько много дров уже наломано, да, что, в общем-то, ну там чего-то рационального увидеть, да, по всему этому фронту, что реформируется, да, ну очень сложно, да. Одно дело, когда реформы, ну, понятное дело, что реформы, как таковые, они нужны, да, это понятное дело, да, тем более, что, ну, основа все-таки у нас, ну, человек разумный, да, и грамотный, да, и он должен что-то новое создавать в голове, ну, коли производство у нас, ну, такое, как оно есть, да, то есть шанс у Латвии тут немного, то есть это умные головы только, да, но и пути к этому, да, конечно, могут быть разные, да, но не все разламывая и не все меняя одновременно, да, потому что, ну, система образования, как таковая, ну, скажем, в высшей школе, да, это самое, ну, это обычно, ну, 5-8 лет, да, минимум, да, то есть это самое, если мы что-то меняемся, мы через, видите, определенное время только узнаем вот этот результат и начнем подгонять чего-то, но уже дважды посередине что-то еще изменилось, да. Здесь успеть даже чисто юридически видоизмениться, да, или подстроиться под новые знамена, да, но это достаточно сложно, чтобы не сказать, что невозможно, да, ну, толк ли к этому, да, и, ну, очевидно, это самое слушатель больше оценит, чем мы сами изнутри, да, изнутри мы, конечно, закон будем выполнять, да, но толк ли это, мы это самое, работа ли это созидательная или наоборот, да, да, ну, очевидно, тут каждый свое заключение сделает. Консультации есть с вузами, да, или участниками, да, по ряду вопросов есть, да, но однако, да, вуз ведь, ну, как посередине остается, да, то есть мы должны знать, что происходит в школе, то есть какой продукт поступит в вуз, да, и на этой части, да, ну, ее просто-напросто нету, да, и следующее, то есть самое, если меняем какой-то стандарт профессии, да, или там рыночные условия или новые директивы по отношению к квалификациям и всякое такое, да, то там, ну, беседы и, скажем, обсуждение должно быть уже между разными министерствами, да, и, ну, на прогнозированное будущее, а не, это самое, гоняться за хвостом все время, да, то есть реформировать абсолютно все, да, и в это время, да, ну, выловить, да, ну, скажем, там, вот, это самое тут серединку или цельную часть, да, ну, получение редко. Самое главное, что я так понимаю, что иногда нет цели этих реформ, да, ведь должна быть какая-то цель, вот если я что-то реформирую, что-то меняю, должна быть, конечно, конечная цель, а что я, собственно, хочу? Ну, по крайней мере, мы бы желали знать, да, цель всего этого хозяйства, если не сама цель, сама реформа, да, или там, там, все построим дом заново, да, и по-другому, да, конечно, инженер может построить с крыши, начинать с крыши, потом фундамент заложить, ну, просто, просто дорого, да, и это долго, нудно, ну, и не всегда, не у всех получается, да, да, но то, что скажешь, что вот к доброму ли, да, улучшения ли будут, да, качество ли улучшится, да, конкурентоспособность наших, это самое, абсцелментов, она ли улучшится, да, но вот здесь, здесь вот ответственность за реформы, да, за реализацию реформы, да, она, ну, как-то не очень-то прослеживается, потому что мы можем, конечно, реформировать, да, но ответственность за результат, да, и ответственность за то, чтобы пролезти все-таки до конца, да, и, может быть, и достаточно критично посмотреть, нужна ли та или другая реформа сейчас, то есть не одновременно открыть все возможные фронты, да, и по всем что-то как-то делать, да, но все-таки, ну, более целенаправленно, зная, ну, какую-то, конечно, эту цель, да. И если по ВУЗам, да, то ВУЗы, в основном цель, конечно, у нас обеспечить народное хозяйство, с одной стороны, обеспечить кадрами, да, это само высшее образование и науку внутри самого государства, да, ну, и, конечно, достичь тех результатов, которые могут быть потом использованы, да, в народном хозяйстве, да, и в этой части, ну, вот переход вот с ВУЗа, да, скажем, там, на более прагматичные виды, да, занятия, и, да, у нас есть много предметов, ну, чтобы это была такая целенаправленная политика, да, ну, вот как-то пока не очень-то получается, да. Вот еще такой вопрос. Насколько сейчас удается привлечь иностранных студентов, потому что, ну, экспорт образования тоже одна из возможностей, конечно, во-первых, заработать, понятно, но с другой стороны, это и какой-то, не знаю, популяризация Латвии как таковой, ну, все, уважая себя страны, пытаются иностранных студентов привлекать, понимая, что потом они станут, ну, по-хорошему, такими агентами влияния, да, вот. Как с Латвийской университетом? Тут, тут, я еще раз, несколько вопросов. Во-первых, у нас приблизительно 7-8% студентов иностранцы, да, приблизительно, да, и показатель по разным факультетам, по разным направлениям, он разный, да, ну, скажем, там, одно дело словистика, например, да, или журналистика, или, там, скажем, биология, клеточная и подобная, да. А другое дело медицины, например, да? Да, еще одно другое дело регулированной профессии, где просто-напросто иностранцы, ну, очень сложно могут пройти, потому что там, ну, специальные, например, знания госязыка, причем на высшем уровне, так скажем, пациентам, если общаешься, да, там, ну, все-таки и дополнительный русский язык, да, который, потому что часть пациентов, ну, в общем-то, говорят по-русски только, да, и, наверное, еще и другие, то есть здесь ряд вот регулирований, которые относятся к языкам, да, но отношение к иностранцам неоднозначное, да, и я бы был немножко осторожнее, да, потому что с одной стороны, да, конечно, это все-все-все положительно, положительно, все это здорово, да, но если у группы, да, у нас, скажем, по обмену, да, все разные, да, там, студенты иностранцы у нас есть, да, значит, это самое занятие происходит на английском языке, чтобы, ну, все понимали, да, все это хорошо, все вроде понимают, это вопрос образования в школе, да, все здорово, до первого зачета или первого теста, да, и там уже дует... Выясняется, что не совсем понимают. Ну, не совсем, но, может быть, и понимают, да, но написать не может, или правильные галочки поставить, да, а то, получается, знаешь ли я английский, там галочки себе поставил, да, ну, вот как... Знаю, конечно, знаю, а когда доходит до дела, да... Получается, do you, do you, be every day, и все, и с этим закончилось, да, то есть здесь знания, то есть местные, да, которые, они не могут следить за этим, да, и получают, ну, неудрительные оценки и всякое такое из-за того, что вот мнение или самооценка знаний того иностранного языка, она у него слабенькая, да. С другой стороны, кто же приезжает, да, если там по обменным студентам, там у нас в основном Южная Европа приезжает, да, у них знания, мы только что критиковали, да, и обоснованно критиковали, да, наше среднее образование, да, то, я скажу, вот из Испании, Португалии, то есть Италии, да, ну, меньше из северных стран, да, ну, то у них знания, то есть их базисных предметов, да, скажем, там, по физике, математике, да, и то же самое по истории, ну, ну, как сказать, ну, я не всегда уверен, что действительно они учились в средней школе, да, но они у нас попадают в второй, третий и позже курс, да, то есть здесь, ну, разница такая, да. То есть похвастаться им тоже нечем, да? Я был бы очень осторожен хвастаться, конечно, бывают таланты, но количество их очень маленькое, да, ну, и третья часть, да, что, ну, приезжающие студенты, они не всегда, ну, как сказать, недостаточно честны тому, что они действительно приезжают сюда получать шенганскую визу для учебы, да. Понятно. Ну, и, в общем-то, в ВУЗу заниматься, ну, таким, таким, это, по-моему, там, быть пастухом, да, и так далее, и так далее, но вряд ли. То есть вот это, это, честно говоря, конечно, разное, да. Ну, с другой стороны, да, конечно, положительно, да, то, что иностранные студенты у нас есть, это меняет саму среду обучения, да. Во-первых, сам предваритель совершенно по-другому должен на очень многие вещи смотреть, начиная с простых предметов и, скажем, изложений. Это его все-таки мобилизует, да. Да, это мобилизует, да, но и, с другой стороны, мобилизует, ну, как человек, с другой стороны, мобилизует, ну, обновить все курсы и быть готовым, да, ну, вопросом с абсолютно нетрадиционными всякими. То есть не к тому, к чему мы привыкли, да, 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 и не в локальной среде, да, то есть это положительно, положительно и самим студентам, да, что, ну, скажем, там, ну, как в школе тут команды, так, там, как казаки-разбонники всякие разные, в школе обычная команда всякая разная, да, они абсолютно рушатся, они рушатся, да, и из-за этих иностранных студентов, да, ну, совершенно другие взаимоотношения между студентами, да, и они в целиком, да, в целом, не в целиком, а в целом, да, они в целом положительно направлены, поскольку, ну, желание учиться, то есть они приехали достаточно в большое расстояние, да, они платили достаточно много денег, чтобы вообще приехать, не говоря об уходе, да, то, ну, вот они более старательны, да, и косвенно заставляют и местных это делать, да, то есть здесь, ну, с разных сторон можно сказать, мы не рвемся там, ну, существенно увеличить, да, количество иностранных студентов, ежели мы не можем обеспечить качество их, то есть поступающих студентов, да, и ежели мы не ориентируем их, ну, по достаточно широкому спектру, поскольку изменения нужны и самому университету, но по большому счету эти 10%, да, приблизительно 10%, да, они положительно сказываются, они положительно. Насколько вот такой вопрос, насколько преподаватели, я понимаю, что это дело каждого преподавателя, да, насколько вот этот преподавательский состав, он открыт, я имею в виду, ну, за пределами вуза, что я имею в виду, ну, насколько сами преподаватели пишут сами учебники или какую-то даже научно-популярную литературу, ну, то есть популяризует, потому что, ну, вот я знаю, да, что у вас несколько лет тому назад вышла книжка, связанная, по-моему, магией и волшество Древнего Египта. Но такая всё-таки это не столько научная, сколько такая, я бы сказал, популярная литература. Насколько ваши преподаватели популяризируют себя и вуз за пределами, чтобы вы не были только в собственном соку варились, в замкнутое пространство? А, это действительно изменения были за последние, скажем, 8-10 лет. Каждый преподаватель, который в Логовичском университете преподает, он должен участвовать в исследовательских работах и должен публиковаться. Не только лекцию прочитал и убежал. Нет, у него вставки внутри, в среднем 60% это преподавательские, то есть контактные часы, 20% методические изменения содержания курса, 20% чистой научной работы. Он должен публиковаться, он должен публиковаться в высокоситированных журналах, научных журналах, ну это мировые журналы, да. И скопсус, или, скажем, веб-сайенс, да. Ну и он должен, ну, зависимо от того, он лектор или ассоциальный профессор, или профессор, там от одной до двух статей в год. И, ну, это, ну, общепризнанные... Такие требования, да. Требования, да. И они требования, ну, схожие или даже иногда выше, чем, ну, в Западной Европе, да. То есть здесь вот эта часть, часть, да, которая нечисто научная, да, она, ну, по-разному, они в разных факультетах и по разным направлениям, потому что там достаточно, ну, нелегко и публиковаться, и всякое такое, да. Да, но это всё-всё-всё происходит, да. То есть уровень, как таковой, да. И плюс, это раз в период выборов, ну, от трёх до шести лет, да, любой преподаватель должен быть как минимум 10 дней стажироваться в другом университете Западной Европы, да, который по уровню должен быть такой же или выше. То есть это всё происходит. Вот сейчас такой возник, я так понимаю, конфликт в Далгопилсе, поскольку Далгопилский университет хотят преобразовать вот высшую школу, там студенты недовольны сегодня у них, вот, встреча была в Министерстве образования. Вот я к чему спрашиваю, не было ли у вас мысли создать какие-то филиалы Латвийского университета? Я понимаю, что Латвия, конечно, небольшая, можно отовсюду доехать довольно быстро, но, тем не менее, вот, ну, Далгопилс, ну, всё-таки довольно на большом расстоянии находится, там, Лепая и так далее. У нас семь филиалов уже существует из-за, ну, когда РПИ вы ликвидировали, да, они у нас остались по всей Латвии, да, как Кулди, как ЦЕССИ, да, МАДУ, они её, я копил. То есть они работают эти филиалы? Они работают, работают, да, они работают, да, и там реализуют основном педагогические и социально-народные работники такие программы, да, но более расширять, экспонтировать такое, да, ну, вряд ли мы способны. На ваш взгляд, Далгопилс должен остаться университет, потому что, ну, всё-таки большой город, я так понимаю, что если нет возможности получить, допустим, качественное образование, все ступени, ну, это тоже стимул к тому, чтобы уехать просто. Большей части вы правы, тем более, что университет, ну, столетие только что справляет, или уже справил, по-моему, справил, да, но, понимаешь, ломать не строить, называется, да. Другое дело то, что статус университета, он, значит, ну, определенные качества и определенные показатели, да, которые должны быть достигнуты, но, может быть, легче помочь тому, у кого сегодня, может быть, что-то ещё не получается, да, чем ломать и разрушать, да. То есть, я бы хотел сказать, что, ну, такой, ну, такой, ну, подпорка, это самое, больше положительного, чем отрицательного, да, ну, было бы, в общем-то, более, самое, ожидаемо, чем просто ломать и строить. Может быть, такой последний вопрос, вот, всё-таки сейчас конец января, и те, кто, по крайней мере, заканчивают 12 класс в этом году, понятно, что они озабочены, конечно, предстоящими экзаменами, но, тем не менее, естественно, они, их родители вообще думают, куда дальше. Вот если, допустим, студент там посещает, вернее, выпускник школы посещает и день открытых древней в Латвийском университете, он всё-таки для себя решил, что он вот будет пытаться поступить в Латвийский университет. Что ему надо сейчас уже, как бы, делать? Не знаю, кто-то говорит, надо, собственно, не знаю, нанимать репетиторов. Другие говорят, что надо хотя бы чётко определиться вообще, на какую программу он хочет. Третье, вообще взвесит свои силы. Может ли он вообще сейчас уйти в университете? Может, ему надо годик взять паузу, не знаю, поработать, подумать? Вот что вы посоветуете с вашим опытом? Я бы сказал, что, ну, вот, терять год, значит, посредине подумать. Это значит терять год, потому что рабочий рынок, да, он оценивает, да, сколько у вас лет, одно дело, да, самое, там, магистр у него 50+, или магистр 25+. Работодатель, конечно, это оценит. То есть... Да. В молодом возрасте мы об этом не думаем, но потом... Это первое, что я советовал. Ну, сейчас вперёд, сейчас вперёд не ожидать. Не терять время. Не терять время, да, то есть чисто от... По своему личному опыту и по возрасту я бы сказал, что, ребята, не теряйте время, да, это раз, да. Второе, да, я бы рекомендовал, да, посмотреть программы, то есть, что подходит или кем я хочу быть всё-таки, да, и поступить в ВУЗ, где международно-кредитированные программы. То есть, это значит, что эти программы доступны, скажем, на втором курсе, если разу, да, уехать на полгода, да, по Эрасмусу, по обмену, бесплатно, в любой другой ВУЗ Евросоюза, да, вперёд. Оценили здесь. Да, 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 места доступны, да. И оценить себя уже международным, ежели не концентрируясь на местном, да, то есть концентрируясь. Третье, я бы сказал, что оценить нужно себя, конечно, в готовности к переменам, потому что рабочий рынок, да, где необходимо высшее образование, он очень быстро меняется, да. Те, которые сейчас в школе учатся, да, они точно через лет 7, лет 10 должны будут менять профессию. Потому что те профессии, которые будут в 2020 году, к этому надо быть сейчас готовым, да? Нужно быть готовым. Что вряд ли ты всю жизнь сможешь поработать на профессии. Не будет этого, этого уже не будет, да, то есть хорошо быть, ну, поколение на поколение, там, я не хочу никого обижать, да, скажем, там, уже третье поколение шахтёр или пятое поколение сварщик, да, очень уважаемая профессия, да, но ежели, да, он всё-таки молодой человек, он целоненаправленно хочет получить всё-таки высшее образование и куда-то идти вперёд, и что-то менять жизнь жизни, да, и общество менять, да, то есть будет достаточно активным, да, он должен, во-первых, это незамедлительно делать, второе, это самое, оценить свои способности куда лучше, да, то есть постараться выше, на высший уровень самого вуза идти, да, и третье, да, оценить свои способности в течение учения, да, то есть учёбы в это время, да, оценить, и он это сравнивать, он может самостоятельно на собственной шкуре, и, но не целясь, да, что вот именно я вот там буду через пять лет, там, скажем, там, оператором копировальной машины, да, всё-таки, ну, это, ну, наверное, не та цель, да, или что-то такое, да, то есть профессии будут меняться через каждые 7-10 лет. Ну, ещё, наверное, я думаю, что и школьникам надо готовиться к тому, что вуз – это всё-таки такое больше самостоятельное учёба, понятно, что преподаватель – это не школа, не будет бегать, вызывать родителей, не будет бегать за ним, то есть определённая дисциплина обучения, наверное, имеет значение. Самодисциплина, самодисциплина, потому что он должен желать, потому что, ну, хоть какой, он приходил в среднюю школу, да, он всё-таки, ну, не амфобет, то есть он грамоту столько знает, да, три коридора церковного прохода, он всё равно прошёл, да, всё. Давайте, остальное зависит от него, да, он проходит четвёртый коридор, пятый, шестой, он в течение первого семестра действительно может себя подогнать, если он хочет, но он должен хотеть. А этого, к сожалению, не так часто наблюдаешь, да, потому что люди талантливые, молодые люди, они талантливые, да, они дезорганизованы, да, они, так самое, дезориентированы, да, то есть во всём этом, да, но, ежели, да, никаких ограничений нет, да, и после бакалавра тогда первых трёх лет, да, он действительно может переоценить себя, да, идти в другую магистратуру, магистратуру выбрать в другом государстве, да, потому что у нас в Латвийском университете все программы международно аккоридированные, то есть наш диплом проравнивается, да, в любой стране ЕС, да, и он может продолжать свою учёбу, да, но базисные основы, да, всё-таки, я бы сказал, что всё-таки, ну, под рукой всё-таки легче своя хата, ну, рядышком всё-таки, ну, есть подпорка такая, да, надёжность, да, и по возрасту просто-напросто, да, молодые люди не так готовы к самостоятельной жизни, да, если честно, да, и им легче бакалавр здесь, да, не зависит от талантливости, да, ну, а потом уже, но здесь будет подготовиться к этому действительно учёбе, да, систематичной учёбе, потому что учиться нужно будет очень много. Вот на этой ноте мы и закончим, пожалуй, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.